Приветствую дорогие зрители! Сегодня мы с вами поговорим о свежих новинках на ПК. Готовы окунуться в захватывающий мир игровой индустрии и узнать о самых интересных проектах? Тогда жмите на лайк, оформляйте подписку и давайте начинать! Headquarters World War 2. Это увлекательная пошаговая стратегия, погружающая геймеров в захватывающую битву за Нормандию через три кампании и многочисленные стычки. Данный проект позволяет геймерам принять командование на обеих сторонах конфликта, возглавив США, Великобританию или Германию. Боевая система является одновременно доступной и сложной, представляя игрокам множество стратегических возможностей. В этой динамичной игре боевые единицы имеют переднюю, боковую, заднюю и верхнюю броню, что делает их расположение на поле боя решающим фактором. Игроки должны тщательно учитывать направление укрытия, обеспечиваемое заборами и другими препятствиями, а также бонусы и влияние линии видимости на различные типы местности. Само поле боя оживает благодаря разрушаемым элементам, таким как транспортные средства и здания, каждый из которых влияет на ход сражения и обеспечивает решающее прикрытие для тактических маневров. Что действительно отличает Headquarters World War 2, так это внимание к мелочам и впечатляющие визуальные эффекты. Проект может похвастаться реалистичными моделями юнитов и физикой, отражающей динамику реального мира. Перемещаясь по ландшафтам, игроки столкнутся с призначно реалистичными сценами разрушений, такими как горящие танковые корпуса, разрушенные дома и воронки от снарядов, среди дыма и хаоса военных действий. Infection Free Zone это стратегическое выживание, где игроку предстоит отвечать за последние остатки человечества и пытаться вернуть им власть хотя бы над одним городом. Все ресурсы очень ограничены и расширение населения одновременно хорошо и катастрофично, так как потребление всего продовольствия возрастает в разы, а значит необходимо расширять территории и увеличивать производство. Все помещения вокруг можно задействовать в своих целях, восстанавливать до комфорта и придумывать им новые применения. По сюжету вирус безумия начал стремительно захватывать население всех стран, заставляя людей сходить с ума и нападать на здоровых. Они стали фактически живыми агрессивными мертвецами, больше неспособные на разумные решения и нападающие на все живое и незараженное. Правительство пало практически мгновенно, вокруг воцарился хаос и паника. Лишь спустя несколько месяцев выжившие начали объединяться между собой и приняли решение создать свободные зоны. Но для этого необходимо не только выбрать территорию, но еще и полностью зачистить ее от остальных зомби. В Infection Free Zone игрок может выбирать любой из больших городов мира, который будет представлен в формате макета. На нем игроку предстоит отстаивать и занимать нужные помещения, отлаживать производство, проводить электричество, собирать отряды для разведки и поиска припасов. Без автомобиля этого делать определенно не стоит, так как больные обычно нападают огромными толпами и легко загрызут даже вооруженную группу. Главный герой The Planet Crafter был отправлен на враждебную планету, чтобы сделать ее пригодной для жизни человека. В одиночку ему предстоит добывать ресурсы, пользоваться имеющимися технологиями, основывать небольшое поселение и развивать технологии. В дальнейшем он сможет нагреть планету и создать атмосферу с нормальным количеством кислорода. Это поможет перенаправить большую часть населения в новый мир. Прохождение начинается с прилета на новые земли. Центральный персонаж получает множество инструментов и технологий для выполнения цели. Добыча ресурсов – главное занятие, помогающее строить сооружения и создавать необходимые механизмы. На планете разросло множество старых разбитых космических кораблей, а обширная местность прячет загадки и тайны. Вертикальные аппараты помогут выращивать земные и инопланетные культуры, исследовать их и применять для различных целей. Строить можно в любом месте. Для установки сооружений требуются чертежи и ресурсы. Также перед вами стоит задача добывать железо, стекло и прочие материалы. Здание возводится постепенно. Футуристические инструменты помогут узнавать уровень радиации, предупреждать об опасностях и замерять количество кислорода. А благодаря вашим действиям территория будет меняться буквально на глазах. Sky – Children of the Light. Это увлекательное путешествие по королевству полному тайн. Семь различных царств ждут своего исследователя, каждый из которых ставит перед ним уникальные задачи и головоломки. Сотрудничество является ключевым моментом. Геймерам предлагается налаживать связи с другими людьми, перемещаясь по обширному окружению. Основная цель – освободить духов, запертых в этих царствах. Игроки решают головоломки, открывают скрытые пути и вносят свой вклад в достижение конечной цели – вернуть свет в небесное царство. Игра делает акцент на невербальном общении. Геймеры полагаются на простые жесты, чтобы передать свои мысли и потребности, создавая универсальный язык, который преодолевает культурные и географические границы. Такой подход способствует уникальной социальной динамике, поощряя сотрудничество и совместный опыт. В итоге Sky – Children of the Light предлагает увлекательное социальное приключение. Игрокам предлагается погрузиться в мир, наполненный исследованиями и открытиями. Особое внимание уделяется радости совместных приключений, удовлетворению от совместного решения головоломок и чувству принадлежности к миру, управляемым сообществом. Gigantic Rampage Edition предлагает динамичную и захватывающую командную игру для поклонников мобы. Геймеры выбирают из разнообразного списка уникальных персонажей, каждый из которых обладает своими способностями. Объединитесь с четырьмя другими игроками, чтобы контролировать цели, уничтожать вражеских стражей и защищать своих. В игру вошло все, что было в оригинале, а также режим клош-платформе, новые герои, карты и геймплейные улучшения. В игре представлены 23 вернувшихся героя и несколько новых. Среди новичков – Роланд, закаленный боец с непревзойденной силой, и Каджер, быстрый и ловкий кошачий дрочун. Игра бросает игроков на обширные и запутанные карты, расположенные в ярком мире. Геймеры прокладывают себе путь через эти поля сражений, помогая массивным стражам. Можно создать и настраивать индивидуальную экипировку в соответствии со своим стилем. На выбор предлагается множество скинов для персонажей и оружия, включая новые в оригинале. Также есть три режима – Раш, быстрый и доступный для всех, Клэш, оригинальный стратегический и командный режим. И кастом, в котором можно создавать собственные матчи, выбирать карты и соревноваться с друзьями, чтобы отточить свое мастерство. Kill It Whitefire 2 повышает ставки в борьбе с жуткими гадами. В этом экшене с изюминкой игрокам предстоит стратегически уничтожать пауков в различных условиях. Основная цель остается прежней – уничтожение. На этот раз ставки выше. Сиквел расширяет конфликт до нескольких измерений, забрасывая геймеров в разнообразные локации, кишащие восьми лапами врагами. Сложность возрастает по мере продвижения, требуя как точности, так и быстроты мышления. Командная работа – ключевой момент. Тут появилась кооперативная игра, позволяющая объединить усилия с друзьями, чтобы победить паучью угрозу. Это добавляет сложности, ведь для успеха вам и вашим союзникам нужно координировать свои атаки. Но если вы жаждете более жестокого боя, адвенчура предлагает и такой режим. В нем вы берете на себя управление пауками, меняя сценарий и добавляя в геймплей совершенно новое изменение. Kill It Whitefire 2 ломает представление об уникальном подходе к многопользовательскому взаимодействию. Оно привносит свежие идеи в кооперативную и соревновательную адвенчуру, делая каждую сессию одновременно сложной и увлекательной. Углубившись в игру, вы откроете для себя удивительно глубокий и захватывающий опыт, который раздвигает границы жанра экшен. Madhouse Madness – Streamer's Fate с головой окунает вас в психологическое хоррор-приключение. Игроки берут на себя роль стримера, которого заманили в заброшенную психушку, чтобы он оказался в ловушке извращенного кошмара. Игра обещает леденящую душу атмосферу, в которой стираются границы между реальностью и трансляцией стримера. Игроки исследуют тщательно проработанное окружение, перемещаясь по решающим палатам и тревожным камерам. Каждый шаг открывает новый слой страха. Загадочные головоломки заставляют игроков разгадывать темную историю убежища и понять, какие зловещие силы в нем действуют. Здесь геймеры столкнутся с мучительными духами, и каждое взаимодействие может изменить их собственную судьбу и судьбу самих духов. Конечная цель – раскрыть злобную сущность, управляющую убежищем. Существо, превратившее заблудшие души в мстительных призраков. Это не просто хоррор, это история, основанная на выборе каждого игрока. Каждое решение формирует повествование, ведя игроков по пути полному страха и ужаса. Игровой процесс бросает вызов даже самым смелым игрокам. Age of Water погружает вас в уникальное онлайн-приключение на затопленной земле. В этом огромном открытом мире игроки встанут у руля в роли морских капитанов, пройдут по коварным водам, создадут союзы и разгадают тайны утонувшей цивилизации. Проложите свой путь через обширный океан, усеянный остатками Старого Мира. Пройдите через опасные штормы, исследуйте неизведанные территории и откройте скрытые поселения, пытающиеся выжить в самодельных постройках. Создайте свое уникальное судно из разнообразных корпусов и компонентов. Соберите маленький проворный корабль-разведчик для быстрой разведки или тяжело вооруженную бегемотиху для господства над волнами. Настраивайте свое судно, используя уникальное оборудование, броню и оружие, подстраивая его под свой игровой стиль. Опасность стоится за каждым поворотом. В открытых водах бродят пираты, а соперники могут покуситься на вашу добычу. Участвуйте в захватывающих морских боях, обходя противников с помощью хитроумной тактики и применяя разрушительную огневую мощь. Захватывайте вражеские корабли, чтобы расширить свой флот, или добывайте ценные ресурсы для своего прогресса. Выберите свой путь в этом открытом мире, выполняйте опасные квесты, познавайте тайны утонувшего мира, или станьте безжалостным пиратом, грабящим ничего не подозревающих путешественников. Так что поднимайте якорь, отправляйтесь в плавание и создайте свою собственную легенду в этом уникальном постапокалипическом приключении. No Rest for the Wicked погружает игроков в мир, опустошенный смертью и отчаянием. Это экшен-РПГ обещает сложные бои и глубокое человеческое повествование. Королевство оплакивает смерть короля Харрала, оставляя на троне его непосредственного сына Магнуса. Тем временем, древняя чума, известная как Мор, возвращается, разлагая землю и ее обитателей. На фоне хаоса, Мадригал Селин, жаждущий власти в церкви, стремится использовать кризис в своих корыстных целях. Игроки берут на себя роль Серима, мистического воина, которому поручено уничтожить Мор. Однако, борьба со злом не будет простой. Серим оказывается втянутым в тяжелое положение страдающих людей и сложную политическую борьбу за власть. Каждое решение имеет вес, определяя судьбу королевства и судьбу самого Серима. Игра отличается жестокими стратегическими боями. Игроки сражаются с чудовищными существами, солдатами и сложными боссами, осваивая различные виды оружия и умения. Крафтинг и кастомизация позволяют создавать уникальные постройки, подходящие каждому игроку. The Craft Motor Fest бросает геймеров в яркий гавайский мир, где сталкиваются гонки и автомобильная культура. Речь идет не только о том, чтобы прийти к финишу первым. Это праздник для всего автомобильного. Атмосфера фестиваля пульсирует соревнованиям и товариществом. Приветствую любителей гонок в мире, где автомобили являются продолжением самих себя. Это не универсальный гоночный опыт. Фестиваль предлагает целый буфет мероприятий, ориентированных на различные автомобильные ниши. Будь то дрифт на поворотах или освоение грунтовых трасс на слонов вулкана. Здесь найдется испытание для каждого. Гавайские острова это не просто пейзаж. Это разнообразная игровая площадка для гонщиков, где пышные тропические леса плавно переходят в захватывающий дух горные дороги. Мотофестиваль не стоит на месте, он постоянно развивается, предлагая нескончаемый поток новых мероприятий и событий. Это значит, что всегда найдется что-то новое, что можно открыть для себя, покорить и освоить за рулем. The Craft Motor Fest это не просто игра, это виртуальный рай для автомобилей, место, где царит дух автофестивалей. Итак, это был мой обзор на топ 10 новых игр на ПК, в которые можно поиграть в этом году. Надеюсь, что я смог заинтриговать и заинтересовать вас новыми проектами. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин